Хоккейный клуб «Адмирал» провел первую домашнюю встречу в этом сезоне. Моряки принимали в гостях Слован. Обе команды начали чемпионат неудачно, в связи с чем упали на дно турнирной таблицы. Победа нужна была каждому. Первый период прошел под прессингом от приморцев, но реализация хромала. Открыть счет удалось только во второй 20-ти минутке. Дамир Жафяров вывел хозяев вперед. И казалось, игра так и закончится со счетом 1-0, однако всего за 30 секунд до финальной сирены Слован пошел ва-банк и сумел сравняться. Встреча перешла в овертайм, но и в нем соперники не смогли выявить победителя. Все в итоге решали булиты. Серебряков отразил три шайбы, а вот галкипер гостей не выручил. В итоге 2-1 победа «Адмирала». Хорошо, что я так закончил. Мы взяли три очка, которые нам очень-очень нужны для борьбы за место в пловафе. Поэтому мы довольны тремя очками. Готовимся уже через два дня следующая игра, поэтому сейчас главное восстановиться. Спасибо. Следующий матч «Адмирал» проведет вновь на домашней площадке. 13 сентября моряки примут в гостях финский йокерит. Традиционный боксерский турнир памяти Сахарова пройдет во Владивостоке. Спорткомплекс «Олимпийц» уже в 27-й раз встретит всероссийские соревнования, посвященные легендарному приморскому спортсмену и тренеру Виктору Николаевичу Сахарову. С 14 по 17 сентября на ринг выйдут сильнейшие бойцы из Приморского края, Амурской и Магаданской областей, а также из почти десятка других регионов. Открытие состязаний пройдет 14 сентября в 17.00. Стоит отметить, что за всю историю турнира в нем принимали участие более полутора тысяч спортсменов, причем не только из России, но и из Монголии, Индии, Кореи и Китая. Это одно из самых значимых первенств в регионе, которое стало также дружеской встречей бывших бойцов и ветеранов бокса. Чемпионат России по гребле на байдарках и коной завершился в Москве. На гребном канале Крылатская в течение нескольких дней соревновались в общей сложности 400 спортсменов со всей страны. На крупных состязаниях отличились и приморские гребцы. Николай Червов в параллельном зачете завоевал золотую медаль в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров. Еще одну награду Червов выиграл вместе с гребцом из Владивостока Семеном Денисенко. В байдарке-двойке на дистанции 10 тысяч метров они финишировали со вторым результатом и стали серебряными призерами чемпионата. Денисенко вдобавок выполнил норматив на звание мастера спорта России. Напомню, что до этого в августе приморцы также отличились на первенстве России, где завоевали сразу несколько медалей различного достоинства. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.